Наши современники пытаются ответить на какие-то вопросы очень серьезные актуальные сейчас и это искусство входит в резонанс с нами но нельзя же просто вот всю жизнь оставаться в музее в музее классической музыки как бы мы не любили эту классическую музыку сколько бы мы к ней не возвращались конечно и классическое искусство будет жить вечно думаю но именно в произведениях современников мы находим нечто то что может нас каким-то образом оглушить своей своей правдой и актуальностью ну вот например симфония коррельяна несмотря на то что она написана под впечатлением от боли утраты близких людей от эпидемии спид но мы только что пережили другую эпидемию да и очень много людей потеряли но если но мы также можем абстрагироваться от эпидемии вообще это симфония о том как горько терять близких близких людей это симфония о ярости от того что ты не можешь ничего сделать в этой симфонии мы слышим надвигающуюся как катастрофу и все мы сейчас живем в каком-то в осознании того что что что-то меняется что вот этот этот мир сломался и и будет что-то что-то другое вот на закрытии фестиваля играем пьесы мир сломанных вещей вот что такое наш мир сегодня это сломанный мир мир сломанных вещей сломанные связи сначала пандемия сейчас добивается это все не только связи но и многое-многое многие общественные институты понятия что-то происходит вот в то же время вот и надеюсь мы сыграем получим ноты сейчас большая проблема получить ноты из европы у нас запланировано произведение называется сальва регина радуйся царица небесная здесь вот показывая сначала ярость и горечь утраты с другой стороны мы даже понимать что есть свет и и с другой стороны как мы далеки от этого света но он есть все взаимосвязано вот поэтому это это не просто набор каких-то пьес да это не просто ну вот сыграли одну пьесу другую все каждая пьеса она очень близка современному слушателю и каждая отражает вот то о чем думает сегодня я думаю что каждый или на закрытии вот спортивные две пьесы но что что наш мир сейчас как не большая игра вот есть спортивная игра и туда-сюда мяч тум-тум-тум-тум да вот перебрасывать то же самое и большой политики и вообще в нашем мире А начало у нас очень мощное как раз. Первые звуки фестиваля, первые звуки симфонии — это аккорд, в котором мы больше всего слышим звук металла, вот как по рельсе. И после этого играется нота ля, очень невероятно напряженная, которая все больше вибрирует. И наконец она вибрирует так, уже выходя за рамки этой ноты, и она обрывается, как бы перерубается. Вот это наверное символизирует вот натянутость струны сегодняшнего мира. Вот сразу, знаете, так первые звуки — удар такой обухом по голове. Это такая заявка на нечто серьезное. Вот, ну да. И концерция, первый концерт, она абсолютно ясна от ярости, от ада, гнева к божественной радости у Арва Пиарта. Во втором концерте мы смотрим в зеркало, и это такой сугубо созерцательный концерт, созерцательный акт. Это такая интермедиа здесь. Ну и третий концерт, здесь снова «Мир сломанных вещей», Григория Зайцева, «Образы души» Бениамина Юсупова и вот эти вот теннисные, и теннисные спортивные пьесы. Соревнования. А что же дальше? И вопрос, и большой-большой вопрос. Во-первых, конечно, на личный вкус, потому что если я отбираю, значит, я руководствуюсь своими представлениями, я постоянно слушаю новую музыку, и если что-то меня зацепило, я это так откладываю с собой папочку, и потом уже выкладываю на суд слушателей. Критерии? Ну, во-первых, это должно быть профессионально сделано, безупречно. Во-вторых, должна быть какая-то изюминка, должно понравиться не только мне, но в первую очередь слушателям. Конечно, я не провидец, не могу залезть в шкуру каждого, но я пытаюсь посмотреть на каждое сочинение глазами слушателя. Что вот смогу и стараюсь ответить на вопрос, смогу ли я, сможем ли мы вместе с оркестром увлечь нашего слушателя этим сочинением. Если я отвечаю «да», то я беру это сочинение, потому что есть много, много сочинений, за которые я не берусь, потому что я не уверен, что это для нашей публики. Сочинение, которое написано для очень-очень такой подготовленной публики. Либо такое сочинение нужно поставить в определенный контекст, очень дозированно, окружить его другими сочинениями, и тогда оно выстрелит и на контрасте будет понятно. Ну да, когда приклеивают скотчем банан, в чем здесь искусство? Ну, наверное, искусствовед вам объяснит, в чем здесь искусство. Вы знаете, вот как раз если мы видим профессионализм или чувствуем, значит, наверное, это искусство. Вот даже в той пьесе, которую написал Дмитрий Курлянский, «Райт о сприм», «Бунд весны», где всего лишь одна нота. Ну, казалось бы, это может описать каждый. Или там «Черный квадрат», но это же мог быть… Но додуматься до этого может только профессионал экстракласс. Вот это искусство. Но у этих же творцов, да, как у Дмитрия Курлянского, как у Казимира Малевича, есть ведь много других разведений, где они высказали свое кредо творческое. И очень профессионально. Ой, вы знаете, но это такое очень сложно ответить на этот вопрос, но как-то мы чувствуем, насколько профессионально написано. Это может не нравиться, но есть какие-то маркеры, по которым все-таки поделяется. Вот сразу, да, это сделано очень профессионально. Да, такая музыка мне не нравится, но это написано… Ну, например, если это по форме выстроено, да, если это расположение аккордов или каких-то кластеров, насколько изобретательно написано. Ну, вот на самом деле непросто ответить. Может быть, композитору проще было бы ответить, потому что есть конкурсы композиторов, где композиторы оценивают, точнее, по своим каким-то признакам. Ну, очень слышно, когда оркестр впервые, ну, или не впервые, в процессе репетиции. Бывает даже так, что написано все вроде бы корректно, но играть первый раз, второй, третий уже совсем неинтересно. И это значит, что за душой ничего нет. В этом произведении есть какая-то форма, есть оболочка, есть содержание. Есть настоящее произведение искусства, настоящее сочинение, оно всегда раскрывается новыми красками. Сколько бы ты ни играл, ты находишь постоянно новые-новые детали, опять новые слои. Мне кажется, что слушатель уйдет с концертов наполненный чем-то новым. Ведь искусство помогает сублимировать переживания. Вот можно переживать, где-то запнуться в самом себе, разжигать информацию из СМИ и так далее. Это все погружает в какую-то страшную пучину. А искусство помогает эти переживания сублимировать во что-то положительное. То есть выстраивает вот этот весь мусор, из этого мусора получается какое-то произведение, ну как произведение искусства. Мне кажется, не то, что помогает выстраивать мысли и какой-то стройности, нет. Но мне кажется, что искусство приносит какой-то мир, во всяком случае, больше мира в душе. Даже самая трагичная музыка, после самой трагичной музыки или произведения искусства мы прикасаемся к чему-то очень высокому. Но я хотел сказать, что есть какие-то заоблачные дали, в которых можно прикоснуться разными способами. И искусство одно из них. И чем серьезные темы поднимаются, тем глубже впечатление и связь с чем-то высоким, неизведанным. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok